Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и у меня для вас замечательная эксклюзивная новость. Я написала книгу. Она называется «Как стать богатым, ничего не делая за один день». В этой книге вы найдете самую эксклюзивную информацию. Больше такой нигде нет. Она действительно на вес золота. Конечно же, только сегодня вы можете приобрести эту книгу за 1999 рублей. Дальше цена будет только расти. Как вы уже поняли, сегодня мы будем обсуждать книгу очередного инфо-цыгана. Матвей Северян в одном из своих роликов задавался вопросом, почему же люди, не разобравшись, кто такие инфо-цыгане, начинают обзываться этим словом, буквально низводя его до обсценной лексики. Я поясню. Инфо-цыганами в современном медиапространстве называют тех людей, которые по факту берут из интернета информацию, компилируют ее и выдают за уникальный продукт. Именно поэтому инфо-цыгане являются цыганами, потому что, по сути, за воздух они берут с людей деньги и считают, что действуют абсолютно правильно. И наверняка в интернете вы уже видели фотографию, очень странную фотографию из этой книги. И вот я, когда тоже ее увидела, подумала, ну, наверное, нужно будет почитать. И да, так же подумал мой муж, поэтому принес мне историю Гомера и ТикТок. Возможно, это была самая странная книжная покупка вообще, которую когда-либо видели консультанты и продавцы. Итак, давайте для начала разберемся, кто же такой Матвей Северянин. Вводим его имя в интернет и, кроме роликов, в которых пытаются объяснить, что он несет одну сплошную воду в своих работах, мы находим его собственный сайт. Он слабо заполненный, он, в принципе, выглядит не очень презентабельно с этими градиентами непонятными. Но все-таки мы выясняем, что Матвей Северянин в интернет-пространстве работает уже с 14 лет. Узнаем, что он продает свои курсы и, видимо, делает это не очень хорошо, потому что я впервые услышала об этом человеке, именно когда вылезла вот эта книга в медиасферу. Итак, мы выясняем также, что у него целых шесть серебряных кнопок. Ну, вы представляете, где такое видано вообще? YouTube же не раздает серебряные кнопки направо и налево, совершенно не проверяя количество подписчиков и, вернее, количество накрученных подписчиков. Далее Матвей хвастается перед нами, что целых семь тысяч человек и даже больше прошли его курсы. Но, правда, похвастаться он может только одним успешным результатом. Это более четырех миллионов человек на YouTube-канале. Сразу скажу, когда семь тысяч человек проходят твои курсы, на которых ты обещаешь просто золотые горы, успех и все такое, и только один из этого всего Кагалта получает успех, но это так себе результат. Я бы даже результатом это не называла. Короче, веры, возможности Матвея Северянина объяснить вам, как достичь успеха, не возникает как таковой. Однако у нас есть книга, книга, которую можно прочитать буквально за один вечер, что, собственно, я и сделала. Потому что верстка ее такова, что действительно можно было взять и сделать ее раза в три тоньше. Но не об этом речь. Дело в информации. Если бы Матвей Северянин оставил в этой книге действительно уникальную информацию, то книги не было бы вообще. Возможно, вы думали, что самое смешное из этой книги это как раз домашнее задание. Смотри ТикТок и будет тебе счастье. Но нет, самое смешное это, в принципе, язык автора и его попытки шутить. Ну, давайте начнем сначала. Буду показывать вам картинки и видосики, чтобы было понятней и интересней. Я не знаю, сколько Матвею лет, но звучит так, как будто он до сих пор 14-летний пацан, который думает, что он умнее всех. Картинки и видосики? Серьезно? Редактор вообще закрыл глаза на эту книгу? А, кстати, о редакторах. Забыла сказать, что это, конечно же, это, конечно же, наше любимое издательство АСТ. АСТ недавно опять опростоволосилось, сделав анонс книги Александра Полярного в своем инстаграме, сделав это некрасиво, очень цинично по отношению к тем людям, которые действительно болеют за литературу. Но, в общем-то, от издательства АСТ мы уже ничего не ждем. И я надеюсь, что когда-нибудь редакция Елены Шубиной вообще полностью отпачкуется от этого конгломерата. Читаем книгу Матвея дальше и узнаем, что его семья – это, по сути, его собака. Матвей пишет, по сути, я зарабатываю деньги на корм своей семье и собаке. Типа что? То есть, что? Не, редактора у этой книги не было 100%. Читаем дальше и выясняем, что сделка с ТикТок у тебя простая, дорогой мой. Делай хорошие ролики, и он тебя продвинет. Ну, что могу сказать? Отличная книга за целых 500 рублей. Классно поболтали, не забывайте смотреть другие ролики и будем с вами и дальше читать вместе. Серьезно? Так работает любая социальная сеть. Если ты делаешь действительно что-нибудь интересное, ты становишься популярным. Все просто. Но что касается ТикТока, нельзя не отметить, что ТикТок – это самая рандомная социальная сеть. Если мы более-менее можем понять алгоритмы YouTube, алгоритмы того же Twitter, то в ТикТоке ничего из этого не работает. ТикТок абсолютно спонтанен. И никто, даже никакой Матвей Северянин, ни Александр Южный не знает, как продвинуться в этой социальной сети. Ну, в принципе, мы с вами и так об этом узнаем из книги Матвея, потому что в дальнейшем своем тексте он полностью распишется в своей некомпетентности. Итак, читаем. Первое, что нужно сделать, чтобы стать популярным в ТикТок – нужно отложить эту книгу и погрузиться в ТикТок. Окей? Да ну нахер, а? Далее Матвей дает нам следующий совет. Не требовать ТикТок ничего, это не твои мама или папа. И знаете, как взрослая женщина могу посоветовать вообще ни от кого ничего не требовать. Даже от родителей. Даже от мамы и папы, если ты начнешь что-нибудь требовать, можно получить люлей. Ну или путевку в санаторий вместо болей. Конечно же, Матвей, как специалист еще и в YouTube-сегменте, начинает проводить параллель. Сложно ли сегодня стать популярным на этой площадке, на которой мы с вами сейчас находимся? Матвей указывает, что вообще начинать канал с нуля невозможно. Вам обязательно потребуются некие вложения. Ну, где-то от 150 тысяч, как минимум, на рекламу. И знаете, что я вам скажу? Все это херня собачья. Если ты действительно делаешь интересный контент, то никакие вложения на рекламу тебе не понадобятся. Например, я никогда не заказывала рекламу своего канала. И, в принципе, от этого не страдаю. Матвей активно подчеркивает, что если у вас, дорогие мои, нет денег на раскрутку канала, если ты не можешь потратить за год больше 150 тысяч на раскрутку, у тебя есть всего 2 тысячи рублей, никому вообще не нужных, ну какие 2 тысячи рублей сегодня деньги, то, собственно, ты нищеброд и можешь идти нахер со своими желаниями стать популярным и успешным. Хотя вообще мне кажется, что если у тебя есть лишние 150 тысяч рублей, то ты уже успешный. Также Матвей отмечает, что если ты вообще скучный и никому не интересный, то тоже тебе нечего делать на интернет-площадках, не говоря уже ни про какие ютюбы и про тикток. Если ты скучный и не интересный чмо, все, до свидания. Ты вообще никому не интересен. Зачем ты вообще появился на свет? Убей себя и будет тебе счастье. На странице 51 Матвей также делится с нами своими познаниями в хейтерах. Итак, если ты адекватный взрослый человек, ну, собственно, как я, ты найдешь намного больше фанатов, чем хейтеров. Нет, насколько бы адекватным ты ни был, все равно найдутся люди, которых ты будешь бесить. Вот серьезно, поверьте моему опыту. Конечно же, не могу не отметить эти невероятные схемы, на которые наверняка, на разработку которых были потрачены грандиозные деньги. Возможно, это работа пера самого Артемия Лебедева. Действительно, понятно, за что тогда Матвей Северянин берет 500 рублей. Ладно, конечно же, автор берет не 500 рублей, у него наверняка были какие-то авансы и роялти, он получает процентов 10 с продажи каждой, но все-таки, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Как и в любой книге об успешности в интернет-сфере, Матвей Северянин говорит про построение личного бренда. И здесь он также приводит примеры хороших ассоциаций, которые вызывают личные бренды. Матвей Северянин, например, ну да, как раз вот этот инфо-цыганенок, о котором мы говорим, Мария Дорн, Илья Монарх, без понятия, кто все эти люди, но зато знает доктора Филла, потому что смотрела уйму разоблачений на этого доктора. Доктора. Человек должен понимать, какой ты увидев буквально 2-3 ролика в ТикТок. Знаете, что я хочу тут сказать? ТикТок вообще, конечно же, днище в большинстве своем, но все-таки даже я сумела найти там тех людей, которые действительно невероятны в своем творчестве. Проблема только в том, что действительно адекватные ролики, действительно интересные ролики с хорошим посылом там никому нафиг не всрались. Еще мне очень понравилось, как Матвей Северянин перечисляет нам правила ТикТока. Он, по сути, просто сделал копипасту с основного сайта, но так как пересказывать полное пользовательское соглашение, видимо, было невозможно с юридической точки зрения, он просто отсылает нас с QR-кодом на сам сайт ТикТока прочитать эти правила полностью. И знаете, такая лень, вот больший лень я видела только у Стэй Скрамер. Мы читаем дальше и видим здесь, начинаем замечать, что у Матвея есть очень странная реакция на девушек в интернете. Он считает, что действительно стать популярным можно, имея красивую мордашку, ну или большую грудь. Например, он рассказывает, что вот юристы, которые рассказывают об очень важных вещах, о банкротстве юридических и других персон. Ну, собственно, как бы у вас видео не заходит, если вы неинтересны. Нет мужика, нет кружек, найди сотрудницу с большой грудью. Успех – это большие сиськи. Это, знаете, такое мировосприятие 90-х, когда на волне популярности была, например, там, Памела Андерсон, и все действительно считали, что чем больше силикона ты в себя закачала, тем успешнее ты будешь. Ну да, вот, Матвей делится, что недавно видел в ТикТок девушку с 11 размером. Ого-го, вот это человечище, пишет он. Я не знаю, сарказм это или у Матвея действительно проблемы с либидо. Итак, после сравнения площадок YouTube и ТикТок, Матвей приходит к выводу, что для того, чтобы стать популярным в ТикТок, сегодня тебе не нужно ничего, никаких вложений. Однако тут, тут как бы опять же есть косяк. На странице 72 мы читаем, что для того, чтобы снимать в ТикТок, тебе нужен хороший телефон. Иначе никак, тебе нужен прокачанный голос, умение фантазировать, наличие экспертности, хорошая камера, кругозор и харизма. Собственно, дальше мы прочитаем, что Матвей Северянин считает, что действительно хороший телефон стоит от 50 тысяч рублей. Соответственно, какие-никакие вложения вам все равно понадобятся. Я уж молчу о том, что, возможно, вы могли купить это дерьмо за 500 рублей. Далее Матвей разбирает все вот эти вот пункты, которые я вам перечислила. Однако здесь он тоже демонстрирует нам типичную инфо-цыганскую лень. Например, для того, чтобы генерировать идеи, ты можешь прочитать другие книги, в которых действительно знающие люди расскажут тебе, как генерировать идеи. Для того, чтобы поставить голос, ну, собственно, ты чё, чё ты можешь сделать? Пойди на курсы ораторского мастерства. И всё, серьёзно, это все советы. Вот настолько ленив автор вот этой вот книги про то, как стать успешным. Ещё, конечно же, основное дерьмо этой работы про ТикТок в том, что автор напрямую предлагает вам плагиатить. Матвей так и пишет. Вы можете копировать работы других блогеров, других интересных блогеров, копировать их манеры, полностью копировать их контент. Возможно, попробуйте там сделать его чуть интереснее, если у вас не одна извилина в башке. Это я уже от себя добавляю. Короче, да, Матвей Северянин предлагает не придумывать ничего нового и просто копирайтить других блогеров. Просто плагиать, и будет тебе счастье. Не могу не отметить, вообще-то, Матвей, если что, зритель сегодня не настолько тупой. Проверить плагиат можно буквально на раз-два. Это интернет, здесь всё можно. Далее мы снова видим вот эти вот картинки, сделанные Артемием Лебедевым, конечно же, киар-кодики. И да, вот этот киар-код ведёт на ТикТок самого Матвея Северянина, в котором он кидает книги в унитаз, в мусорку и прочее-прочее-прочее. Знаете, что я вам скажу? Как человек, который, в принципе, обозревает книжный сегмент ТикТока, я это всё посмотрела. Когда человек не может сказать о книге ничего, кроме «ну, это хорошая книга», скорее всего, он её не читал. Скорее всего, даже если он её читал, он вообще нихрена не шарит в литературе. Мне кажется, что для того, чтобы действительно заинтересовать читателя какой-либо книгой, нужно рассказать о ней подробно, а не просто показать, как ты её кидаешь в унитаз. Поэтому книжный блогер из Матвея Северянина никакой. Матвей также отмечает, что наверняка разумные читатели понимают, что он хайпует. Ну и как бы, если идей совсем нет, пишет нам далее автор этой потрясающей книги, то можно, собственно, и хайпануть. Так мы понимаем, что Матвей сам расписывается в том, что у него нет идей, поэтому он хайпует. Самый большой раздел этой книги – это пересказ Матвеем всех виденных им когда-либо тиктоков. Серьёзно, он выдаёт это якобы за идеи, которыми вы можете пользоваться, но по факту возникает ощущение, что мальчик просто открыл тикток, стал листать ленту и стал переписывать каждый тикток, который увидел. И да, сейчас будет сложно, но суть в том, что на странице 103 мы видим ту самую пропаганду АОЕ, потому что наш герой пишет нам о том, что каналы про жизнь в тюрьме тоже набирают миллионы просмотров. От себя добавлю, что если вам это нравится, можете присесть, конечно, и снимать о жизни в тюрьме. Матвей также говорит нам, что это может быть простая стилизация, что можно делать и как тренироваться с весом собственного тела, собственно, как проводить тренировки в тюрьме. И если это не пропаганда АОЕ, я не знаю что. Когда человек вам прямым текстом в своей работе пишет, что тюремная какая-то романтика – это интересно и это то, что может быть популярно, как бы, мне кажется, нужно обратить на это внимание соответствующим органам. Матвей расскажет нам также, какой популярностью пользуется разоблачение в тикток. И мне кажется, что разоблачение большей популярностью пользуется на YouTube, потому что в тикток, в маленькое короткое видео ты не засунешь какое-то расследование и уж тем более разбор вот этой же книги. Но мы едем дальше и обнаруживаем, что все-таки у Матвея есть какой-то бзик на красивых девушках. Он рассказывает нам, что вообще можно ходить по клубам и снимать, как танцуют красивые девушки. Однако нужно делать это аккуратно, потому что ни одна красивая девушка не обрадуется, если заметит, что кто-то ее из-под тишка снимает. И знаете что? Ни одна девушка вообще, даже та, которая считает себя некрасивой, не обрадуется, если увидит, как стоит какой-то непонятный вот такой вот мужичок и просто из-под тишка снимает ее на свой телефон. Нет. Скорее всего, ты получишь сумкой по башке. И то это будет минимальное вложение в твою голову. Это не самая трешовая идея, которую Матвей предлагает использовать. Он также предлагает использовать оккультные всякие штуки. Ну, например, пользователи ТикТока могут клюнуть на всякие там гороскопы, астрологию, Таро и прочую оккультную дребедень. Вы знаете мое отношение ко всяким там экстрасенсам, и я считаю, что молодое поколение должно более скептически относиться к таким вещам. И уж тем более пропагандировать популярность в ТикТок таких вещей я бы не стала. Собственно, вот. Это объем как раз такие идеи, которые предлагает вам северянин. И знаете, это действительно самая большая глава в этой книге. И это просто пересказ чужих ТикТоков. Удивительную по своей глупости фразу мы встречаем уже ближе к финалу этой истории. 158-я страница. Дурак зарабатывает на монетизации. Умный человек торгует рекламой. Гений продает свой товар. Нет, Матвей, ты не гений. Ты просто инфо-цыган. И это, к сожалению, правда. Потому что умный человек действительно старается услышать свою аудиторию. Если никому не нравится твой продукт, если люди видят, что это вода водянистая, то нет, ты явно не гений. Ты просто инфо-цыган. Что касается фразы «дурак зарабатывает на монетизации», ну, знаете, тут хочется немножечко оскорбиться. Я зарабатываю на монетизации, и меня все устраивает. Поэтому хочется сказать Матвею Северянину «нет». Знаешь что? Дурак продает свой товар, когда он состоит из воды и пересказа чужих ТикТоков. Уж тем более нельзя назвать гениальным решением продавать инфопродукт. Потому что инфопродукты, как мы с вами выяснили, об этом написано уже море, море различных статей, видеороликов, снятых, даже наверняка ТикТоков. Когда вы продаете инфопродукт, вероятнее всего, вы не писали его сами. Возможно, вы его у кого-то сплагиатили, потому что Матвей советовал нам плагиатить чужое творчество, потому что тогда можно стать успешным. Не знаю, книг про ТикТок я пока не видела, но можно сказать, что, в принципе, автор сплагиатил в каком-то смысле чужие идеи, просто взяв и написав про эти чужие идеи целую главу в своей книге. И, наконец-то, мы встречаем более-менее конструктивный совет. Автор говорит нам, что для того, чтобы ТикТок начал продвигать твои ролики, нужно снимать интересные ролики, а не нудные. Все, дроп зе майк. Книга закончена. Это лучший совет, который можно было дождаться. А, ну и еще один совет. Не забудьте поставить хэштеги. Да, хэштеги сыграют огромную роль. Нигде вы этого больше не узнаете. Нигде. Только в книжке за 500 рублей. Собственно, два самых главных совета из этой работы я вам рассказала. Поэтому вы можете сэкономить 500 рублей, даже если вы действительно хотите стать популярным в ТикТок и пожертвовать те же самые 500 рублей какому-нибудь благотворительному фонду. На странице 174 мы узнаем, что также Матвей Северянин занимается в какой-то степени троллингом. И сам он в этом признается. Он признается, что большая часть аудитории ТикТок это школьники. Хотя, опять же, информация не актуальная. Недавно были опубликованы статистические данные, согласно которым целевая аудитория ТикТок это женщины около 30 лет, которых школьницами, ну, никак нельзя назвать. Короче, Матвей говорит, что если их немного потроллить, школьников, то можно собрать большую активность. Это, кстати, абзац из главы алгоритмы. Вот столько занимает рассказ Матвея Северянина, специалиста в интернет-медиа про алгоритмы ТикТока. Мне кажется, вот в данном случае он даже закопирайтить никого не захотел. Но не суть. Еще один совет. Тактика «Я ухожу». Нужно удалить ТикТок и, собственно, начать все заново. И мне кажется, что Матвей Северянин – это менеджер Александра Полярного. Нужно сжечь все, сжечь все мосты и начать заново свою карьеру, возможно, под другой фамилией и под другой буквой перед точкой. Ну и, конечно же, домашнее задание в этой книге не вызывает ничего, кроме умиления и очень странной реакции, потому что это, конечно, трэш, угар и садомия. Мне лично очень понравилась глава «Кому не подходит ТикТок». Вот она. Да, удивительно, но ТикТок – это социальная сеть не для всех, и Матвей об этом нам тоже пишет. Мол, если ты серьезный дядька, то тебе, скорее всего, не нужен ТикТок. Что как бы логично, серьезному дядьке не нужен ТикТок. Грандиозно. Это действительно секрет. Нет, это действительно секрет трендов, которые никогда вы больше не узнаете. Только из этой книги. Еще мы узнаем, что Матвей Северянин только на одном уровне ТикТока находится, потому что он рассказывает, что, мол, через ТикТок, например, нельзя продавать гробы. Ну, эй, если что, в ТикТоке есть здоровский сегмент таких очень готичных роликов, очень классных, очень атмосферных, поэтому все там можно. Чувак, ты просто не в теме. Со страницы 194, то есть это уже прям совсем-совсем ближе к концу, мы просто начинаем с вами орать, потому что здесь происходит следующее. Это вопросы, которые, видимо, адресовали какие-то выдуманные подписчики Матвея. Матвей, как разогнать ролик после публикации? Я вам зачитаю, потому что, ну, это не процитировать невозможно. Если твой ролик хороший, ТикТок протолкнет его сам, но тут есть фактор случайности. Вот, собственно, фактор случайности. Вот из одного этого словосочетания и должна была состоять глава про алгоритмы, так что Матвей ее даже очень сильно расширил. Мы не можем угадать лучшее время и тему для публикаций. Еще вчера аналогичный ролик мог набирать миллионы, а вот теперь сдулся. Проходит вот столько страниц, и знаете, что мы видим? Самое удобное время для публикаций. Чувак, ты противоречишь сам себе. Просто ты, ты, вот, ну, вообще не в курсе, да, о чем ты писал ранее. Короче, по сути, вот в этом отрывке содержится вся книга, потому что здесь как раз все то, что вам и нужно знать. Что нужно правильно, красиво оформить аккаунт, что, в принципе, если ты не умеешь танцевать, ничего страшного, в ТикТоке можно заниматься целой кучей других вещей. Ну и как бы, опять, тут у нас схемы о Артеме Лебедев, и, в принципе, ничего дельного. Конечно же, мы здесь опять видим восприимчивость Матвея на красивых девушек. Я, кстати, думаю, что он посмотрит этот ролик, потому что я, вроде как, не самая страшная девушка на YouTube, и наверняка просто будет негодовать о том, как же, как же, как же, как же он мог написать плохую книгу. Короче, да, Матвей отмечает, что внешность – это шикарный бонус, и нужно использовать ее по назначению. Нужно выбрать тему канала, которая тебе интересна, и тогда будет много рекламодателей, денег и всего такого. Помните, я вам говорила про верстку? Обратите внимание, сколько здесь текста на самом деле. Эта книга действительно могла бы быть в несколько раз тоньше, но АСТ никогда не жадничает на туалетную бумагу, поэтому вот, собственно, вуаля, туалетная бумага за 500 рублей. На странице 199 мезогиния автора вываливается перед нами просто, как и яйца у непрошенного экспедициониста, потому что мы узнаем, что Матвей считает, что женские голоса, в принципе, как правило, слабые. Иди в жопу! Слабые голоса у женщин? Мне интересно, ты считаешь голос Лолиты Милявской слабый, или, может быть, не знаю, Алены Долецкой? Серьезно, чувак, разберись, пожалуйста, в себе. В конце этой книги мы видим большое-большое такое пропагандистское движение в сторону того, что, дорогой мой друг, желающий стать тиктокером, тебе не нужна школа, знания, которые ты получишь в школе, тебе никогда не пригодятся. Тебе не нужен университет, ты будешь тратить деньги на свое небюджетное место, а лучше бы ты потратил их на тикток, ты бы вложил их в ютуб, или, в конце концов, в курсы Матвея Северянина. К сожалению, такова позиция Матвея Северянина. Можно ее увидеть и в его роликах на ютуб. Я не знаю, я не поклонник, я не смотрела, что он там снимает вообще на своем ютуб-канале, но мне кажется, что все то же самое можно найти, в принципе, в интернете. И это действительно так, потому что эта книга про тикток оказалась очередным пустым пуком от издательства АСТ, написанная совместно с очередным инфо-цыганенком. Ну и я думаю, прямо сейчас мы воспользуемся все-таки советом Матвея Северянина и пойдем с вами дальше читать хорошие, действительно хорошие книги, на которые стоит тратить свое время. Ну а это вы сами знаете, куда нужно отправить.